В зените лета, в самый разгар израильской жары, в Израиле с гастролями государственный балет на льду Санкт-Петербурга. В гастрольном графике Бершева, Аждот, Риховац, Хайфа, Тель-Авив. А на ледовой сцене классический балет на музыку Чайковского «Спящая красавица». Свой первый искусственный лед на театральных подмостках Бершевой питерцы уже опробовали. Кстати, специально для этого труппа балета берет с собой в зарубежные гастроли не только декорации и костюмы, но и холодильные установки. Качество льда на Бершевской сцене проверяла Людмила Зузовская. За сутки до начала старой доброй сказки на Бершевской сцене начинаются грандиозные ледовые приготовления, когда театральные подмостки шаг за шагом превращаются в настоящий каток. Целых 10 тонн льда. Запускаются компрессоры, портативные холодильные установки, лед, сцена, пламень, яркие театральные декорации, костюмы, коньки. И, кажется, даже рабочие сцены тоже часть этой сказки на льду. Но кто в такое поверит, когда за окном 40-градусная Бершевская жара? Само по себе это уже уникальное зрелище, потому что на сцене лед. Многие зрители не верят, думают, что идет какой-то обман, там пластик, там у артистов ролики. Здесь настоящий лед. В каждом городе изготавливается новый лед. Также монтируется площадка, привозится лед в кубиках, он заливается водой, образуется ровная поверхность, по которой можно кататься. Старую, как мир, сказку, проспящую красавицу на музыку Чайковского израильский зритель увидит на ледовой театральной сцене. В постановке единственного в мире репертуарного классического балета на льду из Санкт-Петербурга. Настоящий лед и стопроцентная театральность. Полноценный балетный спектакль на льду с арабесками, фуете и зрелищными элементами фигурного катания в постановке прославленного балетмейстера Константина Рассадина, экс-солиста питерской Мариинки. Очень много солистов у нас в прошлом, достаточно известных фигуристов, призеров российских соревнований, международных соревнований. В прошлом у нас работали такие известные люди, олимпийские чемпионы и чемпионы мира, как Белоусова, Протопопов, Смирнов. Сказка начинается, и зритель забывает, что танцовщики стоят не на пуантах, а на коньках. Они буквально парят над сценой. Яркая стилистика фигурного катания и настоящий классический балет, плюс декорации и костюмы, изготовленные в мастерских Мариинского театра. Им рукоплескали зрители США, Канады, Европы и даже в жаркой Южной Америке. Этот лед и этот пламень выдержали испытания. Зрелище очень яркое, очень красивое. Шубу брать точно не надо, будет очень комфортно, приятно, свежо. Может быть, не так, как на улице жарко, но очень приятно окунуться будет в определенную свежесть. Как старая и добрая сказка, этот спектакль не обойдется без сюрпризов. Впрочем, не будем забегать вперед. Место встречи известно. Театральная сцена на льду. Людмила Зузовская, информационная программа «День», 9 канал.